Добрый день, уважаемые гости! Холокост, поминовение миллионов жертв в эти дни по всему миру. И пятый Всемирный форум памяти Холокоста проходит в Иерусалиме, в Израиле, с участием мировых лидеров из разных стран, в том числе и представители Белоруссии участвуют. И, безусловно, 27 января будет кульминация всех мероприятий. Ну и в эти дни в Белоруссии проходит много выставок, форумов, концертов, посвященных этой дате. И о проблемах Холокоста, о сохранении исторической памяти пойдет речь, в том числе и на форуме здесь, в Минске, 27 января. В нашей студии председатель дирекции Минского международного образовательного центра имени Йоханнес Рау, Виктор Балакирев. Виктор Федорович, насколько эта дата вообще важна для всех белорусов, для всех нас? И как вы готовитесь к форуму? Мы знаем, что Холокост для белорусского народа тоже очень важная веха и дата, поскольку Холокост затронул и Беларусь во время Второй мировой войны или Великой Отечественной войны. И мы знаем, что из 2 миллионов 300 тысяч погибших во время Второй мировой войны по разным статистикам от 600 тысяч до 800 тысяч были евреи. То есть, в принципе, речь идет о том, что во время Холокоста в Беларуси была уничтожена большая часть нашей культуры. Это большая потеря для белорусского народа и для Беларуси. И поэтому дата важна для того, чтобы, отталкиваясь от этой даты, нам говорить о том, что мы должны быть толерантны, мы должны быть терпимы, мы не должны допустить повторения этой трагедии в будущем. — Это важный посыл. И я думаю, что и языком музыки, и языком искусства, и всеми теми мероприятиями, которые проводятся при вашей поддержке, при вашем содействии в Беларуси, важно это понимать, в том числе и молодому поколению. Как сегодня молодежь воспринимает эту тему? Я знаю, что у вас и до этого были вот такие встречи, посвященные семинары вот этой теме. Насколько это сегодня важно знать молодому поколению? Потому что, ну, многие по-разному относятся к этой теме. Она, к сожалению, иногда даже забывается. — Ну, я хочу сказать, что наше мероприятие, которое состоится в понедельник, 27-го, именно в дату Международного дня памяти и шерфт Холокоста, который посвящен как раз 75-летию, мы проводим наш форум. И организаторы этого форума — это Союз белорусских еврейских организаций и общин, это Республиканское объединение общин прогрессивного иудаизма, это Республиканское объединение еврейских общин, также это Международное общественное объединение примирения, а также Минский международный образовательный центр. Это не случайно стали организаторами этого мероприятия, эти пять организаций, поскольку они уже более 25 лет работают по теме Холокоста, по теме сохранения памяти, не только о жертвах Холокоста, но и о узниках концлагерей, о восточных рабочих, те, которые пострадали во время Второй мировой войны. Мы традиционно до этого года проводили мероприятия на территории Минского гетто, это яма, это камни рядом с исторической мастерской, рядом с совместным белорусско-германским проектом. В этом году мы решили изменить формат и провести форум, который посвящен как раз проблеме толерантности, поскольку эта проблема в наше время становится особенно актуальной. К сожалению, развитие событий идет в негативном ключе, мы знаем, что Западную Европу накрыла иммигрантская или мигрантская волна, которая вызывает определенные негативные тенденции, выплескивается в форме ксенофобии и так далее. Мы рады, что в Беларуси, да, у нас и межрелигиозное, и межнациональное согласие существует, но для того, чтобы это согласие существовало, для этого и далее надо говорить об этих проблемах, надо вырабатывать стратегии борьбы с этими проблемами. И вот мы все вместе с государственными структурами, с международными структурами, с нашими общественными объединениями хотим проанализировать ситуацию и определить пути для борьбы в дальнейшем с такими проявлениями. Ну, понятно, что и Минск выбран не случайно как площадка для проведения вот таких вот семинаров и постоянно при содействии всех партнеров, о которых вы говорите, вот проходит много мероприятий на историческую тематику, взаимопонимание международного общества представляет Наталья Бружник, специалист по связям с общественностью. Какова ваша будет функция участия в этом семинаре и насколько вот идет работа в этом направлении? Ну, главная наша функция заключается в том, что мы представляем в первую очередь немецкий фонд ЕФУЗ, который, как уже было сказано, поддерживает не только жертву Холокоста, но и другие категории пострадавших во время Второй мировой войны. Я здесь делаю акцент, потому что мы говорим все-таки про глобальное событие, а не просто про Великую Отечественную войну. И здесь вот как раз, когда мы говорим про участие молодежи, да, хочется сделать акцент, что наша молодежь, вот то образование, которое, либо те знания, которые они получают, они уже не ограничиваются условно той программой, которую они получают в школе. Глобальный доступ в интернет, глобальный доступ к мировым знаниям позволяет получить много информации. И сейчас скорее проблема в том, какая информация верная, какая неверная. Уметь ее анализировать, уметь ее правильно на нее реагировать, какая-то рефлексия, которой должен владеть молодой человек, вот наша задача. И в рамках мероприятия, которое состоится в ИВБ 27 января, мы почему изменили в этом году формат. Мы предлагаем формат мирового кафе, где будет выделено четыре, как бы на наш взгляд, группы, темы, которые актуальны сейчас как раз-то для молодых людей, для среднего поколения. Это пути предотвращения ксенофобии в культурном пространстве, когда мы через какие-то культурные мероприятия, культурно значимые какие-то даты, говорим об этих событиях. Дальше, опять же, роль образования в борьбе с ксенофобией. И здесь хочется сказать не только про отношения условно к еврейскому населению или еще что-то. Здесь мы говорим про ксенофобию как фобию и к другим категориям, простите, и представителям ЛГБТ и так далее. Третья группа будет посвящена, как бороться с ксенофобией в меди и сетях. Это то, что для молодых сейчас самое важное. Они могут не читать книги, они могут не смотреть телевизор, официальные какие-то каналы. Чуть ли не до 90% всей информации это черпается через интернет. И, как я уже сказала, как правильно работать с этой информацией, это большая-большая работа наша. И последняя тема, которая будет освещаться, это пути борьбы с преступлениями на почве ненависти. Здесь было сказано, что в Западной Европе сейчас, к сожалению, вот эта волна ненависти даже к еврейскому населению, то, что мы видим, например, в Германии или во Франции, слава богу, у нас такого нет. Но будем говорить честно, на бытовом уровне оно проскакивает. И оно проскакивает в семье, оно проскакивает исключительно в разговорах, в наших шуточках, анекдотах и так далее. Но, как правильно сказал Виктор Федорович, еврейская культура, она заложена в нас, она является уже частью белорусской культуры. И вот эти вот все темы, мы надеемся, что мы сможем как-то их обсудить, определить какие-то тезисы, какие-то направления, в которых мы сможем работать. И главное, что в этих группах будут принимать участие именно молодые люди. Спасибо большое. И вот, конечно, может быть, и новый формат действительно будет интересен и молодому поколению, и при помощи всех инструментов, накопленного опыта. И вот тех спикеров, которые заявлены на этом форуме, очень интересно будет посмотреть, какой же будет дискуссия и какой ее главный будет посыл. Это для того, чтобы мы стали более толерантными и наверняка сказали нет всем антисемийским настроениям, как это говорят в эти дни в Израиле, с большой трибуны. Мы, я думаю, здесь тоже небольшую будем делать вот такую перекличку с этим событием, потому что все-таки оно ключевое в мировом масштабе. И одним из важных событий будет памятная церемония. Выжившие в Холокосте зажгут вечный огонь и состоится возложение венков и чтение опоминальной молитвы. Конечно, за всеми цифрами, вот здесь вот звучали, да, миллионы судеб, жертв Холокоста, за всеми цифрами люди и судьбы. И у нас сегодня в студии тоже присутствует бывшая узница Минского гетто Фрида Вульфовна Рейзман. Она пережила тяжелые годы, но сегодня она жива и сегодня она активистка, она активно занимается общественной работой. Фрида Вульфовна, вам слово, расскажите, что для вас эта дата и какие у вас впечатления и какие у вас эмоции? Многие годы она замалчивалась, эта тема, и во мне зрело вот этот протест зрел, почему замалчивалась, почему человек должен погибнуть ни за что, ни про что. Мне в 41-м году было 6 лет, и я видела такое, что у меня отключало сознание. Я не помню, как я попала туда, на юбилейную площадь, но я уже поняла, что когда меня не будут расстреливать от других, оно включается, это сознание. Так почему? Это надо скрыть, чтобы не было нашим внукам, нашим детям этого, чтобы они этого не знали, чтобы другие народы не знали этого. И то, что мы пережили, не подается, никаким словами не расскажешь. Как может человек поверить в то? Вот я видела ручей реку Крови на нашей обувной улице после погрома с правой стороны вниз текла Кмясникова река Крови. Как может человек такое допустить? Как может мужчина, здоровый мужчина, резать ребенка, потому что он не может ходить из-за голода, зарезать ребенка в детском доме? Я их видела, осталась жива одна девочка, она в Израиле живет теперь, эта девочка. Это непередаваемо, это не поверят. Никто не может поверить в то, что я видела. Вот сегодня, почему нужно ценить нашу жизнь? Вам что бы хотелось сказать молодому поколению? Молодому поколению. Где бы я ни была, я объездила полмира, где бы я ни выступала, я всегда говорю, что такого народа, как белорусов, нет. Нет, ни в обиду сказано тому народу, где я выступаю, такого нету. Это не люди, это сама доброта. Это сама доброта. Когда я попала, и они меня спасли, и те, которые сегодня живы, это всех в какой-то той или иной мере спасли белорусы. Такого народа нету. И хочется сказать, чтобы эта доброта, она всегда была. И надо этим молодым людям говорить, что не красота спасет мир. Это неправильно. Вот посмотрите на меня. Я была ничего девушка. Вот, вот. А только доброта спасет мир. Только. Еще, наверное, вот такое отношение к жизни, как у вас. Спасибо большое, Фрида Вульфовна. Вот меня и все гости, наверное, сегодня разделяют. Вот это мнение, как удается выглядеть в такие годы вам, так великолепно. У вас есть секрет молодости какой-то? Раскройте его нам. Видимо, Бог дал мне поручение, когда он вывел меня из гетто, спас меня белорус. Он вывел. Притом, это же была расстрельная статья, как говорится. Вся семья бы погибла, если бы кто-то подсказал. И вы понимаете, хочется сказать, что только вот эта доброта должна быть. Я для наших слушателей и зрителей вот за кадром расскажу немножко историю. Фрида Вульфовна, она родилась в еврейской семье в Минске, вместе с родителями попала в гетто в 41-м. И в апреле 42-го отец и старший брат ваш ушли в партизаны. И после одного из погромов вас и вашу мать из гетто вывез по поручению старшего брата один белорусский крестьянин. И поэтому вы сейчас здесь, в этой студии, вы многие годы занимаетесь общественной работой. Дай Бог вам здоровья и спасибо вам за это большое. Благодарность от всех нас, Виктор Федорович. Я думаю, что вот на примере таких людей, и они тоже ведь участники и ваших всех мероприятий, и ваших уважаемых гостей. Наверняка и вот видят, что мы говорим не о чем-то историческом факте, а то, что касается каждого из нас, живущих рядом с нами. Да, действительно, в этом контексте надо, наверное, сказать обязательно об уникальном белорусско-германском проекте «Историческая мастерская», который в марте этого года отмечает свое 17-летие. Это совместно белорусско-германский проект, который как раз посвящен прежде всего теме Минского гетто и лагеря смерти Тростенец. И одно из основных направлений как раз работа с свидетелями военных событий, с теми людьми, которые пережили гетто, и которые еще живы сегодня, и которые сегодня могут рассказать молодежи о том, что было у их жизни. И как важно сейчас помнить об этом для того, чтобы не допустить повторения этого. Поэтому как раз в исторической мастерской мы записываем жизненные истории, таких как Фрида Вульфовна, да, и эти жизненные истории публикуем на сайте нашей исторической мастерской. Это постоянные встречи в рамках исторической мастерской с молодежью, с журналистами, для того, чтобы наша общественность знала, что это было, и что мы должны сделать что-то, чтобы не допустить этого. В том числе это международные контакты, кстати, да, то есть когда еще Фрида Вульфовна и другие узники Минского гетто были мобильными, мы вывозили их в Германию, Фрида Вульфовна как раз сказала об этом. Были встречи с молодежью в Германии и школьной, и гимназистами, и с общественностью, где они рассказывали вот о том, что было в нашей истории, для того, чтобы молодежь на Западе, в Германии тоже знала о нашем прошломе, для того, чтобы они тоже способствовали вот этому процессу взаимопонимания и примирению. Поэтому этот проект очень важен для того, чтобы шло сближение между Германией и Белоруссией. Кстати, в этот процесс включается и Польша, включается и Франция, у нас уже проводятся мультинациональные семинары на базе исторической мастерской, есть даже обмены с мемориалом Шоа в Париже. Они приезжали сюда, и здесь на базе исторической мастерской проводили мероприятия с участием и молодежи, и журналистов. Предполагаются поездки в Париж, проведение совместных мероприятий. То есть вот эти контакты, они как раз способствуют тому, чтобы мы не забывали это прошлое, помнили о нем, потому что, я думаю, что зло, оно было, оно есть, оно будет, и с этим злом надо бороться. Пока будет существовать человек, и мы знаем как. И вот как раз в рамках нашего форума предстоит выработать совместную стратегию, как нам дальше вести информационную, образовательную работу, всем объединить усилия для того, чтобы и молодежь включить, и не только белорусскую, но и зарубежную, и вместе бороться с этими проявлениями ксенофобии, антисемитизма и расизма. У нас в студии представители религиозного объединения общин прогрессивного юдаизма в Белоруссии Ирина Абрамович. Ирина, у вас большая семья, добрый день, я знаю, дети наверняка тоже задают вопросы, связанные и с Холокостом, и как для вас вот эта тема, и какая работа у вас проводится? Ну, раз вы начали про мою семью, наверное, начну с семьи, о том, что несколько лет назад для нас с мужем было, с моим мужем главным религиозного объединения общин прогрессивного юдаизма Григория Абрамовича, был сюрприз, когда наша учительница гимназии обратилась к ребенку и сказала, обычная 32-я гимназия города Минска, обратилась с вопросом, а ты можешь подготовить немножечко про Холокост? И ребенок, естественно, пришел к нам домой и сказал, мам, ты знаешь, мне сказали, а ты можешь? Ну, я сказала, могу. И вот в этот момент начался достаточно такой сложный период для нас с мужем, каким образом детям, нееврейским, которые не знакомы с понятием Холокоста в школе, а до этого не было тем Холокостом, это первый раз к нему обратились, потому что он бы пришел, поделился, что у нас было, нам говорили, это есть, каким образом им преподать эту историю? Как объяснить, что это при этом до том уровне детского восприятия, чтобы было и доступно с одной стороны, и с другой стороны это было информативно? Потому что умалчивать о том, что такое Холокост, не хочется, и хочется, чтобы дети не испытывали трудностей в определении темы Холокост, но прийти и сказать детям Холокост, это уничтожение, испепеление, это термин и так далее, наверное, так не пойдет. Поэтому мы очень долго думали, подбирали картинки, мемориалы, фрагменты, как это будет сделано. И, конечно, если появится это в нашей образовательной системе, и спасибо огромное уже образовательной системе, которая спрашивает об этом, которая пытается, которая хочет донести это до детей, потому что это был уровень пятого класса, о том, что нужно рассказать про Холокост, то, конечно, это было бы здорово. И вообще понятие Холокоста – это тема, которая достаточно жесткая, это тема, которая достаточно суровая, но это тема, которая необходимая. Без этой темы двигаться дальше, мне кажется, нельзя, потому что очень жаль, что только в 2005 году была резолюция ООН, и только с 2006 года было первый раз введено это понятие Всемирного дня Холокоста. Конечно, в других странах, и в Румынии, и в Израиле, и в Венгрии есть свои даты, которые отмечают этот день, но Всемирного объединенного процесса, когда каждый в этом заинтересован, к сожалению, появилось совсем недавно, и можно посчитать, это порядка 14 лет, когда отмечается Всемирный такой день памяти людей, которые погибли в период Холокоста. В центре Байтимха наше религиозное объединение делает целую неделю, которая предшествует 27 января, и эта неделя, она достаточно интересно наполненная. Это, конечно же, и мероприятие для людей совершенно маленького возраста. Это наша любимая программа STEP, это дети раннего развития, которые приходят с родителями. Для родителей рассказывается более подробно, а для детей добавляются элементы другой музыки, новых рисунков, новых фрагментов, которые потихонечку добавляют картинку того, что как жили раньше евреи, что могло с ними быть. Конечно же, одно из самых крупных наших мероприятий пройдет пятницу, 24 числа, это Шаббат памяти, на который приглашено более 10 представительств разных посольств, которые подтвердили свое присутствие. И практически представители всех еврейских организаций, конечно же, наших молодежных организаций, это Нецр и Гилель, которые будут в этот день одними из лидирующих позиций выполнять, потому что будет нарисовано дерево, дерево мира. И представитель каждого направления, каждой страны, каждого дипломатического корпуса напишет на своем языке слово «мир», «шалом» на иврите. Это слово «мир», которое каждый из нас оставляет внутри своей души, и мы безумно хотим, чтобы мир был дальше, чтобы можно было дальше совместно жить. Конечно же, еще одно наше крупное, большое мероприятие, это с Юрием Крупенковым, это открытие выставки. Открытие выставки, на котором будут выступать как раз-таки наши дети, которые через себя покажут, что такое их восприятие Холокоста через литературу, через рисунки и через восприятие окружающего того, что происходило и так далее. Конечно, День памяти Холокоста не может не быть совместным, и поэтому совместное вот это вот участие 27 числа вместе с ИВБ-центром, который мы очень ждем, и которому мы очень готовимся. И я со своей стороны бы, конечно, очень хотела обратиться к каждому, кто нас услышит. Найдите маленькое количество времени, совсем немножечко, найдите себя в разных направлениях, либо в музыке, либо в художестве, либо в памяти и прочитании поминального молитвы, да, Кадиша. Придите, придите на какое-то из мероприятий, ощутите вот этот кусочек сопричастности и сопереживания. Ну, наверное, как-то так. — И спасибо вам за эти все инициативы. Вот художник, чьи работы во многих странах выставлялись, и сегодня в галерее Университет культуры, в Минске Юрий Крупенков. Наверное, вдохновились вы, может быть, на новые работы, услышав все воспоминания. И здесь у вас есть альбом с собой ваших открыток, ваших работ. Вот, что изображаете на этих работах, и какой посыл творческих именно работ для тех, кто приходит на выставку? — Работу над этой серией я начал 25 лет назад. То есть еще не было Международного дня памяти, к сожалению. А я учился в Белорусской государственной академии искусств. И я выбирал тему дипломной работы. И вы знаете, что молодые люди всегда, ну, часто идут против течения. И вот в 94-м, 95-х годах, когда я обдумывал тему, мне казалось, что она должна быть гражданственной, она должна быть социально значимой. И вот я хотел написать картину, посвященную жертвам Холокоста. К сожалению, эта тема в белорусском избразительном искусстве не поднималась. Ведь вы знаете, что тема войны, Второй мировой, Великой Отечественной, партизанское движение так освещалась в белорусском искусстве, не только в живописи, в кинематографе, везде. Но вот, а что касалось еврейского населения, это был прочерк. Были обелиски, монументы, безымянные, где говорилось о каком-то количестве мирных советских граждан. Мы почему-то действительно стеснялись упоминать то, что это были замученные, безвинные евреи. И я вот молодым человеком ощущал это несправедливость. Об этом не было рассказано. И я считал, что я должен. И, наверное, так и есть. Я должен создать социально значимое произведение. В данном случае родилась такая серия картин. Конечно, я никогда бы не подумал, что это будет серия картин. Но у меня не получилось высказаться одной картиной. И я даже вот уже возвращаюсь к тому, что я не сделал дипломную работу на эту тему. Наверное, я был просто не готов. Может быть, времени пришло еще. Но я не оставил эту затею. И так со временем, картина за картиной, вот уже за 25 лет 25 картин. Это не значит, что в год картина. Нет, так получилось. Что вот 25 картин из такой серии, которую я называю «Мое местечко». Сейчас часть этих картин будет показана 23 числа 18.00. Будет открытие выставки в галерее «Университет культуры». Где будет показана вот эта часть серии с таким названием «Мое местечко». Юрий, а вы ощущаете у молодого поколения потребность знать о Холокосте? Вы каценкафедры в Академии искусств. К этой теме сегодня молодое поколение в каком виде искусство, в каком-либо виде обращается? Сложный вопрос. Молодое поколение сейчас очень разнонаправленное. У них масса интересов. И нам, и педагогам их, и я думаю, что всем присутствующим в этой аудитории, хотелось бы, чтобы они интересовались историей, историей своей страны. Ведь, как уже говорили, проблема Холокоста, она связана с Белоруссией напрямую. Ведь белорусское местечко довоенное – это был сплав культур, где бок о бок жили люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Культура проникала друг в друга. Я еще помню евреев, которые выдатно разговаривали на белорусской мове. Я слышал белорусских бабулек, которые пели песни на идиш. Это произошло потому, что вот эта жизнь, тесное общение проникало в их культуру. И, как уже было сказано, теперь современная Беларусь, она, конечно, что-то взяла из того времени. И моя задача еще как художника, вот в серии своих картин, показать вот ту красоту того мира, уникальность белорусского местечка, попытаться ее показать молодым людям. Конечно, и показать ужас и кошмар, катастрофы. И вот создать такое вот и радостное, и ужасное впечатление своей экспозиции. И хотелось бы, чтобы молодое поколение, конечно, проникалось этим чувством, потому что эту память о Холокосте мы должны передавать. — Я уже знаю, вам это удалось. Мы видели, как монтировали ваши картины, монтировали экспозицию. Наши коллеги уже это подснимали с телевидения. Но я думаю, что все мы в ожидании... Я думаю, что все мы в ожидании еще одного события. Это концерта «Желтые звезды». И мы опять же возвращаемся к судьбе, потому что судьба прабабушки. Да, Анна, вас вдохновила на проведение вот такого проекта. И он уже не первый год проходит в Минске. Организатор концерта «Желтые звезды» Анна Ленькова у нас сегодня в студии. Я думаю, что это будет интересно. И это будет и музыка, и классика, и приглашенные солисты, и оркестр симфонический. Расскажите, что готовится в программе? — Добрый день всем. Я начну буквально... Вот Юрий закончил свою речь. Я хотела бы сконцентрироваться и сказать одно, что действительно такие мероприятия, как выставки, как концерт, он несет такую функцию помнить, что, в принципе, это очень тяжелые воспоминания. И музыка, скажем так, часть музыки призвана именно пробуждать вот эти воспоминания, эмоции тяжелые, чтобы прожить это. Но всегда за этим есть надежда. За этой музыкой есть свет, есть надежда, что действительно люди, прожив это, они очень постараются это не повторять. И мы очень в это верим и надеемся. И на самом деле этот концерт возник три года назад впервые. И для меня он сложился, скажем так, из двух элементов. Это семейная история, когда история моей прабабушки Ирины Масюкевич, которая спасла еврейскую семью, семью Веры Паперной, с двумя детьми, когда они пришли к ней в дом. И все вот эти истории, которые она рассказывала, она и бабушка, бабушке на тот момент было четыре года. Вот с детьми спасенные женщины, они погодки, на самом деле. Вот Якова Левина я узнала, познакомилась с ним как раз-таки три года назад в процессе подготовки этого концерта. Нашла его в одной из синагог Минска, мне помогли найти. И это было такое важное знакомство. Это как будто бы это твоя какая-то семья, которую ты просто не знал. Вот это такая большая, расширенная семья твоя. И на самом деле, несмотря на то, что прабабушки нет уже в живых, она успела побывать на открытии аллеи праведников в Бобруйске. Я из Бобруйска, и вся моя семья от Могилевской области. А с другой стороны, это было произведение Исаака Шварца «Желтые звезды». И как-то так сложилось, я поняла для себя, что вот это моя потребность внутренняя, что я хочу это сделать. Да, возможно, у меня нет еврейских орней, я не знаю. Это меня мало интересует, потому что на самом деле это все не так важно. Я просто захотела это сделать, собрала оркестр симфонический тогда. Собственно, ядро было это «Желтые звезды», оно и дало название. В тот момент я познакомилась с Валерией Гайшун, которая предоставила свою инсталляцию. Вот этот вот костюм с «Желтой звездой», который стоит каждый год у нас на сцене, потому что это как символ. Он в афише у нас присутствует теперь уже как неизменная составляющая. Вот. И с этого момента и начала жить эта история. И еще один важный момент я бы хотела отметить, что, как и в живописи, в музыке, эта тема не освещалась в советское время. И все произведения, которые звучали, например, в первый год, это произведение Льва Белеовича, нашего белоруса, который потерял всю свою семью в гетто. Это Мячеслав Вайнберг, который потерял свою семью в гетто, бежал из Польши и закончил консерваторию здесь, у нас, и уже свою, скажем так, дипломную работу защищал здесь. Это Генрих Матусович Вагнер. Сделаю точнее Генрих Матусович Вагнер, не Рихард Вагнер, потому что уже в этом году приписали много чего. Вот Генрих Матусович Вагнер, который тоже здесь считается в основном нашим белорусским композитором, несмотря на то, что тоже часть семьи его осталась там в гетто. И это важная составляющая, потому что мы должны этот пласт, мне кажется, показывать, опять-таки, как музыкальному сообществу, так и тоже молодёжи, и всем открывать вот эту тему, потому что на самом деле названия были «Ария Льва Белеовича». Это никакая не Ария, это была его боль, которую он попытался через музыку, но не было другого способа этого назвать. Поэтому вот поэма симфоническая, которая прозвучит, ноты, которые мы искали, которые редкие в МУС-фонде, это «Вечно живые» для хора и оркестра, оно было преподнесено как памяти павших в годы войны, то есть памяти павших, а это памяти жертв Холокоста на самом деле, произведение посвящено. Поэтому вот это очень важно. И мы сегодня говорим о молодёжи, и я хочу отметить, что молодые композиторы готовы, и они уже пишут произведения на тему Холокоста, это их вклад, важный вклад в, скажем так, в наше тоже светлое будущее, потому что музыка — это единственный язык, который не нужно переводить. Это ничего не нужно, просто нужно слушать и позволить войти этому внутрь тебя. Больше ничего не нужно. И это, мне кажется, может спасти, как сказала Фрида Уфлевна, добро. Музыка, искусство нас спасёт, наш мир. Поэтому 26 января состоится этот концерт в Большом зале Белгосфилармонии. Мы всех очень ждём и приглашаем. При поддержке кого состоится концерт? Да, это очень важная часть. У нас так уж сложилось, что вокруг этой темы, мы знаем, что обычно посольства поддерживают проекты, в которых принимают честь, и представители их, скажем так, стран. Тут же история немножко другая. Началось всё три года назад с поддержки двух людей. Этот концерт, скажем так, на своих плечах вынесли Юрий Зисер и Аркадий Добкин. Они мне помогли, и мы смогли первый концерт реализовать только благодаря им. Далее присоединились посольства Израиля, посольства США, посольства Германии. Это было в прошлом году. В этом году это посольство Великобритании, посольство Австрии. Поэтому мне кажется, что посольство видит важность объединения вокруг этой тематики. И поэтому уже второстепенный элемент. В этом году у нас дирижёр из Австрии. Так получилось. Это не специально вышло. Потом госпожа посола Лоизи, она выразила желание поддержать. Очень важным, скажем так, я бы хотела отметить организацию Гилель, Елену Кулевнич. Они очень помогают уже тоже на протяжении трёх лет. С первого года они вот с нами. И я очень им, правда, благодарна. На самом деле ещё хотела бы осветить две выставки, которые у нас будут в рамках этого концерта. Это вторая часть работы Дмитрия Шметкова, которая является частью лица общины проекта «Десять человек, десять судеб, одна война», которая представляет собой локальный аспект, где он рассказывает истории как праведников, как и узников, некоторых из которых уже нет в живых. И второй проект – это «Лучи света. Судьба женщины в годы Холокоста», который был предоставлен Яд Вашемом при поддержке «Натив» Израильского культурного центра. В завершение нашей беседы всё-таки 27 января – День памяти. И я думаю, что каждый из нас вспомнит свою семейную историю тех людей, которых с нами нет, но благодаря которым мы живём, мы можем обсуждать, мы можем призывать, чтобы действительно мир стал добрее и надеяться, что все мы будем помнить и будем пытаться не повторить тех страниц истории, о которых мы сегодня с вами вместе говорили. Спасибо вам большое за участие. До встречи.